Слава Богу. Ну, я не знаю, как насчет, верите ли вы в приметы. Сегодня весь интернет гудит по поводу того, что верят люди в приметы или не верят люди в приметы, но пятница, тринадцатая наступила. Да. Что? Ну, нет, как бы говорят, вы верите в пятница, тринадцатая. Ну, верим мы или не верим, но сегодня пятница, тринадцатая. На самом деле не об этом. Вот я просто заполнил рекламную паузу, пока загрузил вас проповедь. Сегодня я хотел говорить о том, что когда мы в страхе, вот мы сейчас переживаем всякие моменты коронавируса, знаете, я вот смотрел прямой эфир с Беймина Нитаньяу, знаете, кто это, да? Это наш премьер-министр, если кто не в курсе. Он сказал, что виден свет в конце туннеля. Имел в виду, что есть какие-то вакцины, которые уже компания Pfizer приготовила, они уже прошли последние клинические испытания. И я как-то, я действительно вздохнул с облегчением, потому что если бы мне сказали, что нужно прививаться израильскими вакцинами, которые даже еще первую стадию клинических испытаний не прошли, я бы отказался. Ну, компания Pfizer я и доверяю, и я думаю, что если эти вакцины, как и обещают, в январе-феврале появятся в Израиле, то, слава богу, мы, наверное, уже освободимся от этой необходимости собираться в ограниченном количестве. Все равно нужно будет соблюдать какие-то там социальные дистанцирования, но можно будет уже куда-то летать, куда-то ездить, где-то собираться, какие-то экскурсии возить, я не знаю. Но, по крайней мере, пока что нас призывают соблюдать ограничения. И сегодня как раз вот я много об этом думал, на этой неделе мы говорили частично на Домашке об этом с вами, что большинство людей пребывают в неком таком страхе. То есть, вот почему люди сегодня, вы знаете, да, что можно ездить на экскурсии, уже разрешили, 20 человек можно возить на экскурсии, но никто не в состоянии собрать, вот я даже с туристической компанией разговаривал, с которой мы работали долгое время, они говорят, мы не в состоянии собрать автобус даже на 20 человек, потому что, говорит, боятся. Люди боятся садиться в один автобус, там нужно сидеть меньше, чем на полтора метра друг от друга, а везти большой автобус мы не можем. Короче говоря, очень много препятствий. Люди находятся в страхе, люди боятся заболеть. Сегодня я видел, если честно, такие страшные кадры. Ну, простите меня, что я так, может быть, говорю, я видел людей, лежащих в больницах, в коридорах. И здесь тоже в Израиле видел, когда была пандемия гриппа, здесь буквально, вот, может быть, 7-8 лет назад. Я видел больных, лежащих в терапевтическом отделении, в коридорах. Но больные, лежащие в коридорах в Израиле, вы же понимаете, это не те, которые лежат в больницах, в коридорах в России, где даже у них нет истории болезни, маркером у них написаны имена здесь на руках, и они так там лежат. Как бы это ни было смешно, но люди боятся вот так вот болеть, понимаете, боятся. Я прекрасно понимаю этих людей. И, к сожалению, большинство людей этих, они неверующие. Это есть и среди верующих больные коронавирусом, и я знаю даже некоторые семьи, в которых есть люди, которые умерли от коронавируса. Об этом тоже поговорим, почему все это происходит. И мы вот недавно молились за здоровье одного из пасторов здесь, арабский пастор, который живет в Рамле. Ну, пока никаких плохих местей не поступало, хотя он все еще плохо себя чувствует. Вот. Но уже не на искусственной вентиляции легких, что уже хорошо. Псалом 53-й, 4-й, 5-й стихи. Так говорит Давид, когда молит Бога о том, чтобы он спас его от врагов многочисленных, которые ополчились на него. Ну, фактически мы можем применить этот псалом сегодня и к нашей жизни, потому что мы знаем, что, ну, вирусом все-таки существует. Это не нечто невидимое, это не нечто духовное, это вполне физическое. Он существует, его можно разглядеть под микроскопом, он даже выглядит действительно так, как корона в профиль. И он нападает. И он нападает, он агрессивный, и он наносит, естественно, очень большой вред нашему организму. И поэтому, да, если мы уповаем на Бога, то мы можем провозглашать и против коронавируса подобного рода провозглашение, что сделает мне плоть. Но, с другой стороны, мы не можем искушать Бога, потому что Бог говорит, что не искушай меня, да, Бог говорит так, у вас тоже так в Библии написано, не искушай Господа Бога твоего. Что значит не искушай? Не испытывай. То есть мы, конечно, можем сейчас войти там в какую-нибудь лабораторию с сибирской язвой, покопошиться пальцами в проверке, этот палец потом облизать и сказать, что ничего смертоносное не навредит нам, но потом не удивляемся, если мы вдруг умрем от сибирской язвы. Поэтому мы этого с вами делать не будем. Но мы должны все-таки быть здравыми. Бог призывает нас к здравому смыслу. Но, тем не менее, есть большинство еще людей, почему это происходит, мы тоже сегодня поговорим, которые боятся, панически причем боятся коронавируса. Это то, что владеет сегодня большим количеством людей. Есть те, которым вообще все равно. И они выходят вместе, и ходят вместе, и без масок, и не соблюдают дистанцирование, и празднуют свои праздники, и всякое такое. Но есть люди, которые панически боятся, не выходят из дома. То есть, если, не дай бог, они узнают, что вы где-нибудь были в каком-нибудь собрании, они будут выяснять, были ли вы в маске, а были ли вы на расстоянии двух метров друг от друга, а может быть, вы пили из одного стакана, а может, вы пожимали кому-то руку. И, не дай бог, если вы это сделали, они больше с вами общаться не будут. На самом деле, вирус короны оказался страшнее, чем мы думали поначалу. Мы думали, что это просто грипп или очередной ковид. Ковидов же было много, это же 19-й по номеру, да? Уже были ковиды, и есть клинические исследования по поводу вакцины. Просто они не помогли, эти вакцины. Они немножко видоизменились. Но, тем не менее, он оказался страшнее, потому что и последствия после него оказались страшнее, чем мы думали. И, будем так говорить, слава богу, все-таки продвинулась наша медицина, изобрели вакцины. Но, к сожалению, тысячи людей, тысячи по всему миру, если не десятки тысяч, да, если еще говорят только десятки тысяч людей, до нее не дожили. Ну, что делать с этим совсем? Вот такая реальность у нас. Есть коронавирус, есть страх, есть необходимость все равно ходить на работу, есть необходимость собираться, есть необходимость общаться. Что делать с этим самым коронавирусом? И нам просто, на мой взгляд, как я считаю, нам нужно привыкать жить в этой реальности. Потому что, вы знаете, когда, ведь мы же никогда не жили здесь в отсутствии полном какого-то вирусного, какой-то вирусной атаки. Мы же все время не жили. То грипп у нас какой-то, то SARS, то N1H1, там, то птичий грипп, то свиной грипп, то собачий грипп, то еще какой-нибудь грипп. У нас постоянно какой-нибудь грипп. Да, это не то, что мы не знаем, как это все делается. И вспоминается вот эта история с вавилонским изгнанием. Здесь, конечно, мы не виноваты, хотя не знаем. Не знаем. Можно об этом отдельную как-то, может быть, проповедь, а может быть, даже целую конференцию провести. Но, тем не менее. За что изгнал Бог евреев из своей земли вавилон? Кто помнит? Может мне сказать, за что? Что такого случилось, что Бог изгнал евреев в вавилон? Не помните. Я вам напомню в двух словах. Да евреи уже здесь жили в вавилоне. Они точно так же ходили вслед других богов, то есть было идолопоклонство, было поклонение мамоне, все, что хотите. То есть евреи уже здесь жили в вавилоне, и Бог просто отдал их в рабство, на перевоспитание, к новокудоносу. И на сегодняшний день мы находимся с вами на перевоспитании. У нас есть царь, такой местный, называется он коронавирус, на нем корона. И он всеми нами руководит. И нам нужно привыкнуть жить в этой реальности. Но что значит привыкнуть жить в этой реальности? Конечно, мы должны соблюдать меры предосторожности, как соблюдали евреи в вавилоне. Нам нужно соблюдать здравый смысл, нам не нужно впадать в панику, потому что все это время, нам мы с вами говорили уже неоднократно, пустыня когда-нибудь заканчивается. То есть когда-то это все пройдет. И все это как бы уже очевидно. То есть спасение близко от всего этого. Имеется в виду физическое спасение. То есть есть уже фармакомпании, как я уже сказал, которые изобрели вакцину. И скоро мы будем все вакцинированы. Те, кто переболели, уже вакцинированы естественным путем. Слава Богу. Но давайте вернемся к страху, который владеет сегодня людьми по всему миру. Люди боятся собираться в группы. Почему? Потому что этот вирус, понимаете, это не то, что вот когда у человека, там скажем, ну вот как раньше было в старые времена, когда здесь человек ходил с проказой, на нем было видно, что он прокаженный. Плюс он еще что-то бил в колокольчик, чтобы все от него сторонились. Там было понятно, что с этим человеком рядом находиться нельзя. Плюс ко всему нужно было прикрыть лицо руками, чтобы этот вирус или какой-то там бацилла это не переходило на других людей. Там с этим было все ясно. Здесь мы ходим и общаемся с людьми, и мы не знаем, кто у нас из нашего окружения носитель этого вируса. Причем он может не болеть у него, может быть не выйти симптомов. Он просто носит этот вирус. У него сильный иммунитет, и он просто его переносит с места на место. И люди боятся поэтому собираться в группы. И есть такие, которые говорят, да, это все ерунда, мы все равно будем собираться в группу. Мы все были свидетелями этому, да, свадьбы многочисленные. Там всякие демонстрации, где не соблюдалось социальное дистанцирование, когда люди на море поехали как раз в самый разгар пандемии, когда у нас за 10 тысяч перевалило количество зараженных. И дьявол разделил людей на несколько групп. То есть люди, которые боятся, люди, которые не боятся, и люди, которым все равно. И тактика эта не нова. У дьявола тактика существует уже очень давно. Называется, вернее, стратегия, называется разделяй властвы. Никто, как бы, не знает сейчас, кто первый применил эту тактику в своей жизни, но вот что я прочитал о ней в энциклопедии. Смотрите. Впервые эту тактику, как бы, кто впервые применил эту тактику, не знает, но вот что она обозначает с точки зрения энциклопедии. Это создание или, по крайней мере, непредотвращение мелкой вражды среди меньших игроков, то есть меньших групп, имеется в виду. Такая вражда истощает ресурсы и предотвращает союзы, которые могли бы бросить вызов повелителям. Вот с этой целью создавались все вот эти вот разделения и разделения властвы. То есть нас сегодня разделил дьявол. Почему? Потому что кто-то хочет подчиняться государству, кто-то не хочет подчиняться государству, кто-то хочет подчиняться своим духовным наставникам, кто-то вообще никому не хочет подчиняться. Дьявол разделил всех, и сейчас все против всех. Одни обвиняют других, и вместо того, чтобы заниматься какими-то там духовными делами, скажем, среди верующих тоже есть люди, которые говорят, да что вы боитесь, у вас вирус ходит, а что Христос у вас не ходит, и так далее. И собираются, и заражаются друг от друга, и умирают. И знаю такие, как бы, церкви тысячные, в которых умирают люди по вине вот такой безответственности. И вот когда нас всех разделили, кого куда посадили, кого с кем, значит, там объединили или разделили, у нас появилось такое желание доказать, что мы правы. Одни говорят, мы правы, потому что мы собираемся, другие говорят, мы правы, потому что мы не собираемся. И вы знаете, что происходило в Вавилоне? Там было то же самое. Там было то же самое. Там были люди, которые поклонялись все равно Богу, так или иначе. Были люди, которые Богу не поклонялись, а были люди, которые поклонялись идолам, которых поставил Навуку Доносор. И все это происходило из-за страха. Они боялись не поклониться идолу. Помните, да, когда он построил это изваяние? Он заставил всех пасть на колени. Всех. Но вы ли те, которые этого не сделали? Сейчас о них тоже поговорим. Когда вот такое все происходит вокруг, да, когда кто-то из лидеров общин говорит, да нам этот коронавирус нипочем, давайте будем собираться, давайте будем молиться. Там, где двое или трое собраны, там ничего страшного не будет, как бы. И в таких общинах есть жертвы. И когда эти жертвы появляются, в этих общинах лидеры говорят, ну, на все воля Божья. Да нет, ты должен был быть более здравым и ответственным. Ты отвечаешь за это стадо. Это все равно, что привести стадо на зараженное, отравленное пастбище, а потом сказать, ну, на все воля Божья. Не надо было есть эти, эту отравленную траву. Примерно то же самое. И самым правильным вот взвешенным решением для многих церквей стало то, что вот собираемся, как у нас, по 10 человек, да, здесь, по 10 человек на домашке, собираемся онлайн. Есть люди, вот, например, у нас есть одна из наших церквей, которая собирается в 10 человек из одного города в одну пятницу, в другую пятницу, 10 человек из другого города. Тоже правильно. Почему? Потому что мы хотим все-таки сохранить стадо. Лучше послушать онлайн и остаться в живых, чем собираться больше, чем положено, и иметь какой-то риск. Правильно? Опять же, мы же не искушаем нашего Бога. Поэтому, смотрите, что происходило с теми, кто находился в состоянии вот такой вот перманентной опасности все время. То есть, с вашего позволения, которые находились в такой состоянии перманентной опасности, и они боялись, но почему-то остались живы. И когда анализируешь Писание, в том числе вот это вот Вавилонское изгнание, всю эту историю книги Даниила, приходишь к выводу, что эти люди, они упование на Бога сделали не последней своей надеждой, а единственной. Единственной. То есть, они постоянно понимали, что что-то враждебное происходит вокруг них. Но они уповали на нашего Бога, потому что они очень хорошо знали его характер. Вот, например, Псалмы, о которых я говорил сейчас, и 90-е Псалом, о котором мы все хорошо знаем. Первые три человека, которые мне сразу пришли на ум, это Ханания, Мишаэль и Азария. Многие верующие их больше знают, как Сидрах, Месах и Авдинага. Они вот находились в Вавилоне, большая часть христиан их знает, о них очень много сделано проповеди и так далее. И вот когда они пришли на вот эту вот площадь, где Новохудоносор поверил всем пасть на колени перед изваянием, они сказали, что они не падут на колени. Не потому, что они не хотели, не потому, что они бунтовали. Ведь все ради спасения своей жизни пали на колени. Они это сделали, потому что они знали или подозревали, что их ждет за это какое-то наказание. И серьезное наказание. Но они сказали во всеуслышание, в том числе, чтобы услышал и сам Новохудоносор, что они будут в любом случае служить Богу, потому что он их спасет, во-первых. А если не спасет, то, по крайней мере, они хотят быть в чистой совести перед Богом. Что произошло? Разожгли печь в семь раз больше, чем нужно было. То есть это такая была доменная печь, в которой на самом деле могла расплавиться любая сталь. Сильнейшие воины связали их по рукам и ногам Сидраха, Мисаха и Авдинага, то есть Ханания, Мишеля и Азари. И привели их к этой печи. Что произошло дальше? Смотрите. Огонь был настолько сильным, написано, что сильнейшие из воинов были умерщены на месте. Огнем. Просто умерщены на месте. Они вошли внутрь, а когда вышли оттуда, написано, что у них даже волос не обгорел. Я не помню, как на русском это написано, на армейском это написано, что даже волос не обгорел. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог благословляет, если, то его благословение, оно истинно, а самое главное, вечно. Смотрите, что написано в 90-м псалме, с 7 по 11 стих. «Падут подли тебя тысяча и десять тысяча десною тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедуют о тебе сохранять тебя или охранять тебя на всех путях твоих». Почему все это произойдет? Потому что Писание говорит, «Потому что назвал Господа прибежищем своим, потому что на Бога уповаешь». Но дело в том, что мы привыкли с вами, ну, это наша мирская, это не то, что мы виноваты в этом, да, это наша мирская привычка, наша мирская привычка, наше мирское нутро, говорит у нас. Мы привыкли что делать самостоятельно? Мы не привыкли к тому, что Бог способен совершить гораздо большее, чем мы можем себе представить. Мы не привыкли к этому, потому что мы все жили в миру, так или иначе, мы соприкасаемся с миром, мы не то, что я сказал бы таким громким словом, оскверняем с этого мира, но мы перенимаем привычки этого мира на себя. В миру написано, вот таким написано, лозунг такой существует, да, на Бога надейся, а сам не плашай. Так ведь? Слышали такое? А как так получается? Что значит на Бога надейся, а сам не плашай? То есть ты на Бога надейся, но на всякий случай, потому что он может не доделать, знаете, там, что-то неправильно, то лучше я сам все сделаю, лучше меня никто этого не сделает, да? Это так же звучит, правильно? А Илья Пророк издевался таким образом над своими этими оппонентами, которые у него были, из пророков Дубравных и пророков Валовых. Он говорил, да вы громче кричите, может быть ваш Бог спит, или занят другими делами, что не может откликнуться вам. Наш Бог, он Бог всего. Сейчас мы об этом тоже поговорим, причем свидетельствует об этом, далеко не христианин, далеко не верующий иудей даже. Тоже сейчас об этом поговорим. Так вот, еще раз, никакое зло не приблизится, написано, язва не приблизится, враги не приблизятся, на всех путях ангелы будут хранить нас. Почему? Потому что написано, что если Господь упование мое и Всевышнего избрал я, прибежище моим, то, соответственно, все это мне обещано. И как я вам сказал уже, это произошло с Сидрахом, Мисагом и Авдинагом. Они в это верили, они это знали, они этим жили. Второй человек, который пришел мне на ум, вернее, четвертый, это уже, да, там было трое, это четвертый человек, который пришел, ну, это сам Даниил. Сам Даниил, он был верным служителем Бога, его называют даже пророком, хотя сам он пророком себя не называет. Его называют пророком, и это даже книга не пророка Даниила называется, а просто книга Даниила. И он общается с Богом совершенно уникальным способом. Он получает от Бога откровение. Причем откровение он получает в соответствии с тем, что происходит сейчас вокруг него. Например, когда нужно было толкование, произвоение, он получил откровение от Бога и растолковал. Когда нужно было толкование про наследников Вавилонского царства, тогда он видел откровение про овна и козла, да. Когда нужно было откровение про последствия от выли, вот откровение от четырех животных, ну и так далее. То есть он получал ответы на вопросы. И он знал, что эти ответы на вопросы приходят исключительно от Бога. И он знал, что Бог с ним общается напрямую, и он знал, что если Бог будет упованием его, то ничего с ним не случится. Аминь? Ну так ведь? Поэтому, когда вышло указание царя о том, что молиться теперь можно только кому? Богу Новохудоносора. А потом, верно, это уже был не Новохудоносор, это был уже Дарий. Богу Дария молиться. И больше никому. Но что делал Даниил? Он не молился на улице, как фарисей. Он заходил к себе домой, открывал окна и молился в сторону Иерусалима. Так? А когда он молился в сторону Иерусалима, кто-то из завистников увидел это и сообщили об этом Дарью. Здесь вступил в силу закон Вавилонского царства. Если царь повелел, это должно быть выполнено, потому что это закон, и обратной силы он не имеет. Что происходит с Даниилом? Его бросают в ров со львами. Давайте откроем с вами книгу Даниила, 6 главу, с 19 стиха. Нет, с 16 стиха. Тогда царь повелел и привели Даниила и бросили в ров львины. При этом царь сказал Даниилу, слушайте внимательно, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. Кто это говорит? Это даже говорит не Новохудоносор, который познал, кто такой Бог. Помните, он стал животным на некоторое время, на 7 лет, как говорят. 7 времен прошло. Это говорит царь Дарий, который не знал еще Бога, но он наверняка слышал о чудесах, которые Бог творит в жизни Даниила. И он говорит, Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя. 19 стих, проскакиваем там дальше. Поутру же царь встал на рассвете, поспешно пошел к Орву, он, кстати, был голодный, он не смог даже есть после этого, как бросил Даниила в ров. И подойдя к Орву, жалобным голосом начал кричать, Даниил, Даниил. Ну, тогда он, Даниил, он к нему обращался, да? И сказал царь Даниил, Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Языческий царь верил больше, чем, может быть, кто-нибудь еще из верующих во всем Вавилоне, ну, кроме, может быть, Даниила снова, что есть надежда. Они бросили его в ров с голодными львами, причем настолько голодными, что от Даниила там даже костей не должно было остаться. Правильно? Но что произошло? Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи. Представляете состояние царя в этот момент? Он просидел всю ночь во рве с голодными львами. Бог мой, говорит Даниил, послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Вы представляете себе состояние царя, когда ему человек, находящийся все еще там, то есть, по мнению царя, в любую секунду может что-то произойти, и он больше его никогда не увидит. 25 стих. После этого царь Дарий написал всем народам. А, кстати, до этого, там есть эпизод, когда он повелел всех доносчиков привезти туда, всех доносчиков. Сколько их было там человек? По-моему, пятеро, если я не ошибаюсь. Плюс не только их, а еще их жен, их детей, их всех бросить в этот ров. И написано, еще не коснулись дна, как львы сокрушили все кости их. Представляете себе, что там творилось? Еще, говорит, дна этого рва не коснулись они, а уже львы их всех погрызли. Что там должно было остаться от Даниила? После этого царь Дарий, 25 стих, написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле. Мир вам доумножится. Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым. Это говорит языческий царь. Потому что он есть Бог живой и присносущий, то есть сущий всегда. И царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. И он избавил Даниила от силы львов. Бог защищает нас не тогда, когда он является для нас последней надеждой, а когда он является для нас единственным упованием. потому что он за нас на сто процентов пошел до конца. Он отдал сына своего для того, чтобы нас спасти. Но мы, к сожалению, склонны уповать на него только когда уже ничего другого не остается. Ну, это наше мирское в нас говорит. Можно сказать, да, мы такие, но можно сказать, как я могу измениться, что я могу сделать, чтобы перестать уповать на себя, потому что тот, на кого мы упываем, является нашим Богом. Вот тот, на кого или то, на что мы упываем, то и является нашим Богом. И Бог хочет, чтобы он был нашим Богом, потому что когда он становится нашим Богом, тогда 28-я глава Второзакония с 1-го по 16-й стихи становится про нас. Если мы не уповаем на Бога, то с 16-го по 64-й становится про нас. Кто-нибудь помнит, о чем там идет речь? Благословение и проклятие. Бог наша защита и прибежище. Так написано в Писании. Помните, даже песня такая есть. Элухим нану махасева оз. Бог наша защита и прибежище. Написано, имя Господне, крепкая башня, убегает в нее праведный и безопасный. Но почему нужно постоянно бегать в эту башню? Почему в ней не пребывать? Ведь проще было бы пребывать в башне и никуда не уходить. Но вся проблема в том, что мы посланы в этот мир, как свет. И мы должны быть в мире, чтобы светить Ему. Мы не можем быть в башне и светить. Мы должны быть в мире, чтобы светить, чтобы быть светом и быть солью. К этому призывал нас Иисус. Но при этом мы должны помнить, что Отец наш Небесный о нас печется. Давайте посмотрим, что говорит Иисус на эту тему. Он говорит, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Это Матфея, 10 глава, 16 стих. Я посылаю вас, как овец среди волков. И так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вы, наверное, много раз слышали эту фразу. И мы даже повторяем ее всегда. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Давайте подумаем, о чем эта реплика Иисуса говорит. Почему он нам говорит о простоте, как у голубей? Давайте вспоминать его проповедь. Это практически там близко к Нагорной проповеди. Можно считать, что это часть Нагорной проповеди. Матфея, 6 глава, 26 стих. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, а Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И вы знаете, какие трактования этого местописания слышал я? Не нужно ни сеять, ни пахать, ни собирать в житнице. Если птицы кормятся за счет Господа, то и мы будем кормиться за Его счет. Нет. Не об этом Иисус здесь говорит. Он как раз и говорит, послушайте, птицы ничего не делают, и Бог печется о них. Вот эту простоту переймите. Вы-то и жнете, и сеете, и в житнице собираете. Но неужели Бог не позаботится? То есть Он не призывает нас к безделью. Он говорит, продолжайте, только уповайте на Бога. Обо всем, что вам не хватает, Бог позаботится. Но наше внутреннее, мирское, не может сейчас себе позволить, ну на том уровне, на котором большая часть из нас находится, уповать на Бога на 100%. Вот есть такая мудрая фраза на английском языке. Она звучит, сделай все, что от тебя зависит, лучшим образом, а остальное доверь Богу. Знаете, в чем проблема этой фразы заключается? Что все, что от нас зависит, это вот столечко. А вот столечко зависит от Бога. И вот это мы не можем Ему доверить. Это же большая часть нашей жизни. Как мы можем это доверить Богу, невидимому? Мы должны сами. Мы и то сделаем, и это сделаем, и туда пойдем, и с тем поговорим. И все, сейчас всему научимся, знания приобретем. А Бог говорит, да успокойтесь. Он же говорит, остановитесь и познайте, что я Господь. Не ты Господь, Он говорит тебе, а я Господь. Мы никак не можем остановиться. Мы в погоне за тем, чтобы восполнить все наши нужды, никак не можем остановиться, потому что мы хотим, чтобы наши нужды были восполнены здесь и сейчас. Но у Даниила тоже была нужда. Когда он упал в ров со львами, я хочу вам сказать, если мы внимательно читаем весь текст, ангел небесный был там до него, потому что остальные не долетели даже до дна. А он туда приземлился и всю ночь там провел. Вот такой у нас Бог. Ангел был до того, как Даниил туда приземлился и загородил пасти львам. Тогда Даниил спокойно туда приземлился, прошел паспортный контроль и остался там на ночь. Вы понимаете, какой у нас Бог? А когда надо, он заходит вместе с нами в горящую печку и ограждает нас от любых проблем и выходит оттуда. И царь говорит потом, а кто это четвертый сын Божий, который был с вами? Языческий царь, который только что создал вот это вот, чему все должны были поклоняться? Он говорит, кто это? Как не сын Божий? И что получается? Люди, не верующие вокруг нас, иногда больше верят в нашего Бога, чем мы сами. И даже если они в Него так прямо не верят и боятся пятницы 13-го, они все равно считают, что мы как верующие должны доверять Ему больше. К нам приходят неверующие люди, все этому свидетелю здесь присутствующие, все, и говорят, помолитесь за нас. Они неверующие. Они говорят, помолитесь за нас. Почему они просят нас помолиться за них? Мы что, из другого мяса сделаны, что ли? Нет. Просто они знают, что у них не хватает смелости прийти к Богу и сказать, Господь я грешен, прости меня, прими меня как Его. Они предпочитают прийти и сказать, Бог, которому ты служишь, спасет. А из-за меня помолись, может и меня спасет. Простое свидетельство. Я получил удостоверение инвалида. Там написано навсегда. Но они настолько не верят в слово навсегда, что написали мне срок этого навсегда. Десять лет. Через десять лет должен перепровериться. они проводят раз в пять лет комиссию людям с ампутированными конечностями. Ребят, они верят больше, чем мы, в то, что рука может отрасти. Смешно. Это не смешно. Библия показывает нам характер Бога. Она показывает нам то, как Бог хочет, чтобы мы к Нему относились. Потому что, ну, если мы верим в Иисуса Христа, как в Господа и Спасителя, ну, что еще мы можем ожидать от Отца? Вот что еще? Он ради спасения всех нас пожертвовал единородным сыном. Еще до того, как мы родились. И он говорит, доверьтесь мне. Ну, доверьтесь мне. Ну, неужели вы до сих пор не видите, что я обо всем позабочусь? Доверьтесь мне. Успокойтесь. Остановитесь. Познайте, что я Господь. Первое послание Петра, пятая глава, шестой, седьмой стихи. Итак, «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Он говорит, смиритесь под крепкую руку Божью. Вы знаете, слово «смирение» очень многими трактуется как подчинение. Но я согласен с другими мнениями идеологов, которые говорят, смирение – это когда у меня на сердце появляется мир. Только не мой собственный мир, а мир Божий. Когда вот я смотрю на ситуацию, и все хорошо. Нормально. Ну, понервничать чуть-чуть. Ну, значит, так должно было быть. Потому что Бог мне говорит еще много раньше, чем Петр это сказал. Он говорит, ваши мысли не мои мысли, и пути ваши не мои пути. И он говорит, только я знаю помышления о вас во благо, а не во зло. И он говорит, что ангел мой придет до того, как вы попадете в ров со львом. И мы иногда это забываем. Я могу, опять же, маленькое свидетельство привести. Вчера должна была быть конференция в интернете, я должен был ее вести. Я готовился к ней неделю. И не смог подключиться к интернету. И там ждали люди. И вот, может быть, даже месяц еще назад я бы злился, ругался, говорил всякие нехорошие слова про интернет, про тех, кто им управляет. А вчера я сказал, ну, сегодня не будет, перенесем на другое время. И я почувствовал вдруг мир на сердце. Я снял с себя чувство вины, Вы думаете, Бог не знал, что этой конференции не должно было быть? Знал. Но Он положил мне мирность, и значит, так должно было быть. И Вы знаете, мы после этого общались с теми, кто организовывал эту конференцию, и сказали, ничего страшного. Ничего страшного. Никто не обиделся, никто не разочаровался. Перенесли на следующую неделю, все хорошо. И это маленькое свидетельство славы Божьей, когда Он являет мир в своем сердце. Когда Он говорит, смиритесь под крепкую руку Божьей. Это не значит, подчинись вот так вот, рука его будет на мне лежать, и такой, не дави. Нет. Смириться, это когда у меня мир на сердце. От всего, что Он делает. У Него крепкая рука. Крепкая. И Он держит в этой руке весь мир. Он держит все, что я даже представил себе у Него, всю вселенную в своей руке. Теперь давайте поговорим. Помните, мы начали о чем говорить? О том, что Иисус говорит, будьте просты, как голови, и мудры, как змеи. Что говорит нам? Давайте поговорим немножко о мудрости. Вот в народе говорят, что умный от мудрого отличается чем? Умный всегда знает, как выйти из самых сложных ситуаций. А мудрый знает, как в эти сложные ситуации не попадать. Так в народе говорят. Что об этом Библия говорит? Библия говорит, в притчах 22.3, благоразумный видит беду и укрывается. А неопытные идут вперед и наказываются. Что значит неопытные? Давайте разберем это слово неопытные. Как вы понимаете это слово? Нет опыта. Проще всего. Есть другие варианты? Нет других вариантов. Итак, кто у нас есть неопытный? Давайте подумаем. А? Молодежь. Кто еще? Ну дети. Домашние животные. Они неопытные. Они не знают, что нельзя трогать горячее. Они не знают, что нельзя высовываться из окна. Они много чего не знают. Мы им пытаемся рассказать. Этого нельзя делать. Но все равно, пока ребенок не потрогает горячий чайник рукой, он никогда не запомнит, что горячий чайник трогать нельзя. А потом даже холодный будет проверять, горячий он или нет. Вот это называется опыт. Сын ошибок трудных. Они опытные, написано, идут вперед и наказываются. Здесь не написано, что они идут вперед и умирают. Идут вперед и страдают. Идут вперед и наказываются. Ну так? Если мы с вами постоянно идем вперед и наказываемся, значит мы кто? Это дети. Дети. Описание говорит, что у нас есть этапы. Есть дети, есть отроки, есть юноши, есть отцы, есть старцы. У Павла там целое послание по этому поводу. Если мы все еще идем вперед и наказываемся и уповаем на себя, да я все могу, подростки как себя ведут. Я все могу, я все знаю, все будет хорошо. И он наказывается и получает опыт. Второй раз он так уже не сделает. В этом и прелесть этого возраста, даже духовного, когда мы можем получить благодать, накасаться, но не умереть. И вот Иисус говорит, надо набираться опыта, быть мудры, как змей. Не в смысле, что мы должны быть хитрыми, как тот самый змей, хитрее всех в Эдемском саду. А мы должны набираться мудрости. А почему он сравнивается с змеями? Мое личное мнение, почему он сравнивается с змеями. Вы когда-нибудь видели у змеи выражение лица? У нее нет выражения лица. Она все делает с одинаковым абсолютно, с одинаковой гримасой. Почему? Змея не свойственны эмоции. Змея не свойственны эмоции. И змея всегда сделает все, чтобы себя обезопасить. Она не нападает, потому что ей хочется. Она нападает, когда чувствует опасность. Она никогда первая не нападет. Она мудростью своей берет. Она выживает из-за мудрости своей. Это мое такое откровение. Так вот, смотрите, коронавирус есть беда, правильно? Сейчас вернемся к коронавирусу. Я просто говорю про коронавирус, сейчас, так сказать, бурлит у всех. Можно это про любое взять. В каждом регионе там где-то война, где-то кризис, где-то голод, где-то еще что-то. Не важно, есть беда какая-то, которая приходит. Но понимаете, в чем дело? Что факты говорят вот о чем. Есть какие-то причины, по которым эта беда пришла. Эти причины могут зависеть от нас, а могут не зависеть от нас. Да, вот давайте возьмем даже самый такой печальный факт последнего времени война в Карабахе. Но как можно обвинить человека, который там воевал и погиб, которому там 20, 22, 25 лет, у него вся жизнь была впереди, он мечтал о чем-то, он стремился даже Богу служить, может быть, и погиб на этой войне. Привлек ли он эти причины в свою жизнь? Нет. Можно ли обвинить его в том, что он не мудрый? Нет. Но когда мы приходим в состояние беды, у беды всегда есть жертва. Но мы должны сделать все, чтобы себя обезопасить. Я не обсуждаю сейчас, скажем, не машу кулаками после драки. Возможно, я в чем-то сейчас могу заблуждаться, возможно, я с точки зрения тех, кто пострадал в этом конфликте, а я с самого начала говорил, что это в этот конфликт, который развязал дьявол и выиграет там только дьявол. Там не может выиграть человек, там не может выиграть страна, там не может выиграть государство, там не могут выиграть народы, там выиграет только дьявол. Так оно и произошло. Война закончилась, победителей нет. Выиграл дьявол. Как в любой другой войне. Но что происходит, вот где была мудрость тех самых правителей? Они что, не знали, что этим закончится? Знали. Они не знали, что будут жертвы? Знали. Мы не могли это предотвратить, и тем самым, может быть, и народ бы остался целым, и никто бы не погиб. То же самое с коронавирусом. Нам говорят, нельзя собираться больше десяти. Но мы видим сплошь и рядом, показывают по телевизору, как собираются больше ста десяти. Нам говорят, соблюдайте дистанцию. Мы не соблюдаем дистанцию. Мы не стоим на 2 метра на расстоянии друг от друга. Она говорит, носите маски. Мы не носим маски. Ну ладно, не на улице. На улице бессмысленно носить маски. Я говорю, в помещении. Есть люди, которые не носят маски, когда приходят в супермаркет, например. И хорошо, что там стоит охранник и говорит, одень маску. Хорошо, что ходят по Кахим, как они называются, ну, полицейские там, муниципальные, которые выписывают штраф. То есть представьте себе, человек не носит маску, которая может защитить его от слюней, чихающего на него больного, но оденет ее, если ему будет угрожать штраф. Вы представляете, он кто? Он благоразумный или он неопытный? Он неопытный. Нам нужно просто приобрести благоразумие во всем, что происходит. Мы должны в Весной Писании отдать Богу Божье, а кесарю, кесарю. Что такое отдать кесарю, кесарю в данном случае? Есть распоряжение властей. Мы же живем в государстве. Мы подвластные люди. Иисус был подвластен. К нему пришли сборщики налогов и говорят, налоги заплати. Помните? Он мог сказать, извините, я Бог, вы тут вообще всем не должны. Он говорит, не вопрос. Петру говорит, сходи из рыбки, достань два динария, заплати за нас с тобой, пожалуйста. Все. Потому что он обязан, как гражданин этой страны, платить налоги. Он его отдает кесарю, кесарево. А Богу нужно отдать Божье. Если нам Бог сказал, что мы должны собираться, мы должны собираться. Но нужно делать это правильно. Вот у нас стулья расставлены на определенном расстоянии. Мы сидим на расстоянии друг от друга. Хотя мы все друг друга знаем, мы знаем, что здесь больных нет. Но если у нас нет никакой причины ходить ни в какие места, в которых собираются люди, зачем мы туда ходим? Если это евангелизационное служение, идите. Если там не больше 20 человек на открытом месте. Но если это не ради славы Божьей, а просто ради каких-то развлечений, не надо туда ходить. Я сейчас это не к вам говорю. Я говорю это к тем, кто это делает. Потому что я знаю, что будут слушать в интернете все равно. Мы должны отдать кесарю кесарю. Мы должны подчиниться распоряжениям властей. Это и есть благоразумие. Когда мы будем укрываться от беды. Я уверен, что никто из вас, сидящих здесь, ну хотя бы потому, что вы здесь сидите, не ходил просто так и праздновал, не разгуливал в тех местах, где есть скопление людей, без маски. Вы даже сюда приходите в масках. Это значит, вы благоразумные люди. Слава Богу. Но есть вещи, в которых мы все еще не доверяем Богу. Мы хотим сделать это все самостоятельно. И в этом мы иногда неопытные. Мы не доверяем Богу и наказываемся. Но Бог это делает не потому, что Он хочет нам отомстить. Он говорит, кого люблю, того наказываю. Так вот, по поводу смириться под крепкую руку Божью, это значит получить мир от Бога в том, что мы делаем, а иногда даже в том, что мы не делаем. Хотя очень хочется. Иногда очень хочется. Но Бог говорит, не надо, и у нас мир на сердце садится. А иногда Он говорит, делай, а нам так не хочется. И нам нужно просто смириться, получить мир, надо сделать. Если Бог просит, надо сделать. И не важно, что будет потом. Главное, что мы получаем мир об этом. И вот слово смирение, я хочу, чтобы у нас у всех ассоциировалось исключительно с тем, что у нас есть мир на сердце. Вот сейчас нужно подождать вакцины. Есть, как Критония его сказал, свет в конце туннеля. Главное, чтобы это не был встречный поезд. А так свет в конце туннеля есть. Есть вакцина. Слава Богу. Но нам ее надо дождаться. Нам не нужно сейчас говорить, слава Богу, есть вакцина, все, пошлите сейчас на демонстрации, на праздники. Нет, нужно быть благоразумным. Тогда мы избежим беды. Но не нужно быть излишне, жить под страхом. Мы должны быть мудры. Если Бог сказал, что если мы уповаем на него, то нам ничего не приключится. Так написано в Писании. Об этом сегодня весь с вами все время говорим. Потому что если мы смиренные люди, не в смысле такие вот, ну ладно, я смиряюсь, ну ладно, пусть бьют, пусть наказывают. Нет, не в этом смирение. Это смирение перед людьми. Вместе с вами смирение перед Богом, перед Божьей волей. Когда он говорит, что нужно делать или чего не нужно делать, мы это принимаем. И у нас мир на сердце. Мы не раздражаемся, не нервничаем, не обижаемся на него. Мы просто делаем его волю. И тогда в притче 22.4 написано, за смирением следует страх Господень. То есть мы не то, что мы дрожим перед его именем, нет, но мы с трепетом к кому относимся. Мы боимся потерять вот это покровительство. Но это покровительство истинное. Знаете, если кто-то из вас смотрел фильм «Крестный отец», там они все просили покровительства у Дона. Неважно, кто был Дон на тот момент. Корлеоны в данном случае. Они хотели у него покровительства, и они боялись что-то сделать не так, потому что их за это ждала смерть. Бог не такого смирения от нас хочет. Он не такого страха от нас хочет. Он хочет, чтобы мы боялись потерять с ним взаимоотношения. Когда вдруг мы обнаружим, что мы уже вышли из-под синия его крыл и больше не под защитой. Вот этого мы должны бояться. Мы должны постоянно контролировать, мы все еще под ним или не под ним. Вот это называется страх Господний. Мне в этом уже сотни раз говорено. И Бог говорит, что за смирением следует страх Господний. То есть, когда у меня мир на сердце, тогда я понимаю, что это все оттуда. Потому что написано в послании Якова, написано, что все доброе нисходит от Отца Света. То есть, от Бога, а не от кого-то другого. И когда это снисходит на нас от Отца Света, мы смиряемся с этим, мы получаем этот страх Господний. То есть, мы с трепетом к этому относимся. И тогда написано, что за этим идет богатство, слава и жизнь. И если в каких-то местах верующие люди умирают от того, что они заболели, вы знаете, можно много разных примеров приводить, почему это происходит. Но в Писании говорит, что умирает праведник, и никому нет дела. Но если мы говорим, что мы доверяем Богу, если мы говорим, что мы не искушали Его, то есть, мы должны быть чисты перед Богом, мы не искушали Его. Мы не делали то, что от нас не требовалось. Мы, наоборот, делали то, что от нас требовалось. Мы подчинялись местным властям. Мы были верны в малом. То, когда мы смирились под крепкую руку Божью, у нас будет богатство, слава и жизнь. Поэтому, да, есть проблема, есть коронавирус. Есть куча других всяких проблем. Сейчас финансовые проблемы закрестнут всех. Потому что сейчас выйдут все из коронавируса, кредиты надо гасить, за аренду надо платить, по долгам рассчитываться, всех закрестнут финансовые проблемы. Почему мы сможем судить, что Бог с нами? Когда мы будем верны в малом, Бог усмотрит все остальное. Потому что Бог ищет верных. Мы ведь демонстровители многоразличной благодати Божьей, правильно? А от демонстровителя требуется, чтобы он что был? Верным. Мы должны быть верны в малом. Он нам сказал, подчинитесь. Вот как евреям сказал, подчинитесь Новохудоносору, спасу вас. Не подчинитесь, там и останетесь. Мы должны подчиниться. Сейчас государство, даже пусть делает какие-то вещи, которые нам неудобны. Нельзя собираться, нельзя ездить, нельзя то, нельзя это. Это верность в малом. Мы сейчас, мы проходим проверку, насколько мы можем в земном подчиниться. Тогда мы сможем подчиниться и в небесном. Поэтому давайте будем сегодня молиться за то, чтобы мы действительно вот эту вот простоту просили у Бога, что мы работаем, мы делаем все, что от нас зависит. Все, что от нас зависит. Мы сеем, пашем, жнем, собираем в житнице. И если птицы этого не делают, и он кормит их, то не хуже ли птиц мы? Уже он все наши нужды покроет. Это первое. Второе – о мудрости. Потому что мудрость написана, она от Бога приходит. И если, вот обетование в чем заключается? Что если вы чувствуете, что вам не хватает мудрости, что нужно делать? Мудрость просить у Бога, и написано, он даст каждому безупрека. Даст мудрости каждому безупрека. Как это все пережить? Мы каждый переживаем этот тяжелый период по-своему. У каждого есть свои маленькие проблемы и большие в этот период. Но если мы уповаем на Бога, мы просты, как голуби, мудры, как змеи. И смирились под крепкую руку Божью, там будет и страх Господень, богатство, слава. И жизнь. Аминь. Давайте за это будем молиться. Аллилуйя. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты верен в своих обетованиях. И мы это видим на протяжении всего Писания, на протяжении тысяч лет, когда Ты обетовал еще первому человеку, а во всем, что будет с ним, и все, что происходить будет с его потомками, мы это видим сегодня, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам право называться, или даже это не право, это привилегия называться Твоими детьми, потому что мы уверовали в единого Сына Божьего, Господь, который пришел для того, чтобы спасти нас, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты наделяешь нас особой мудростью своей, даешь нам смирение, Господь, даешь нам вот эту простоту, которая в Тебе, Господь, которая никогда не будет говорить загадками, которая всегда открыта для нас. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты все это изливаешь в наши сердца, Господь. Мы просим Тебя о том, чтобы наши сердца стали благородной почвой, плодородной почвой для того, чтобы эти семена взошли и дали плод в 30-60 и в 100 крат в жизни каждого из нас. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты уберег нас от всех этих козней дьявола, которые сейчас проходят везде, и мы дожили до этого дня, Господь. Потому что благодать Твоя все еще обновляется каждое утром, и благодаря ей живы, Господь. Мы просим Тебя за каждого, кто сегодня болен, Господь. За каждого, кто сегодня находится в трудностях, Господь. Из-за коронавируса, из-за военных действий, из-за других разных козней дьявола. Мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, коснулся их жизни, их сердец, благословляемых на том месте, где они есть, Господь. Мы просим, чтобы ангел Твой, как у Даниила в Орве, оказался там и заградил пасть этому рыкающему льву, который ищет кого поглотить, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты действительно возлюбил весь мир и отдал Сына Своего Единородного, и Он умирал за всех. И мы верим, что все те, кто сегодня в трудностях, Господь, и если Ты обратишь их сердца к себе, Господь, и явится Дух Твой, они в Духе смогут назвать Иисуса Господом, будут исцелены сверхъестественно во имя Иисуса. И никто не останется просто без Твоего внимания, потому что Ты Бог всего. Мы благодарим Тебя за это. Просим Тебя о сверхъестественной милости для всех тех, кто грешит против Тебя сегодня, потому что мы знаем, что Ты Бог милостивый, Господь, и Ты способен изменить сердца людей, Господь. Просим Тебя за них, просим за тех, кто отошел, просим за тех, кто сейчас разочаровался, Господь, просто верни их в лоно свое, покажи им любовь свою, так, как Ты показал нам, но в 40 раз больше во имя Иисуса. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя за Твой шаббат, в который Ты нас водишь, за покой Твой, Господь, в который мы входим каждый раз, когда Ты зовешь нас, и познаем Тебя, Господь, в этом покое. И я высвобождаю сейчас это имя, великое имя Иисуса Христа, в которого нет другого под этим небом, в котором нам суждено было бы спастись, в котором Ты повелевал благословлять всех сынов Израилевых, чтобы имя Твое было на них. reyиわерихиха, Идонай, в иешмириха, иса, Идонай, панав ильиха, гияер, Идонай, панав ильиха, в иихуныха, в иесем дляха шалом. в呼ч specimen de biteшхуа, большемуинному Моихам, Ихана Адами, заanderум в jam и д Suddenly rсетbugгальним, Шаббат шалом.